Одна в тайге. Часть у нас какая на сегодня там? Куркулируете вы на своем куркуляторе там, а? Чи не? Двадцать шестая у нас на сегодня часть. Педали дали? Поехали. Дали. Часть двадцать шестая. А почему ты не пришла ко мне раньше, Изо? Сейчас ты надеешься, что твоя мольба дойдет до меня? Почему же ты не просила прежде? Разве я был суров с Эйлой? Я знал, что роды ее были мучительны. Да, я знал. Человек отводит глаза от чужих очагов, Но кроме глаз есть также и уши еще. Во всем клане нет никого, кто не знал бы, Каких страданий стоило Эйле рождение сына. Или ты думаешь, у меня сердце тоже из камня? Что, каменюка внутри? А если бы ты пришла ко мне вовремя, Рассказала о горе Эйлы, О том, что она замышляет, Неужели я не внял бы твоей просьбе? Я оставил бы безнаказанным ее намерение убежать И даже спрятаться. Я счел бы его бреднями, женщины, Обезумевшие от родовых мук. Я осмотрел бы даже ее сына. И хотя у Эйлы нет мужчины, Если увечье мальчика не слишком велико, Ведь не слишком ведь, Я оставил бы его в живых. А теперь, Теперь ты сама лишила меня Этой возможности. Ты решила все за вождя. Видать, благоразумие изменило тебе, Иза. Раньше ты никогда не забывала о долге. Я считал тебя достойнейшей из женщин. Я только в одном Лишь тебя могу упрекнуть. Ты непозволительно пренебрегала Собственным недугом. Я знаю, насколько он тяжел. Хотя ты и пытаешься это скрыть. Но, видя, что ты избегаешь Всяких упоминаний о своей болезни, Я никогда не говорил с тобой об этом. Прошлой осенью я был просто уверен, Что ты покинешь нас И отправишься в мир духов. Эйла полагала, что ребенок, Которого она носит, Первый и последний для нее. Ну что ж, Скорее всего, она права. И все же, Когда ты слегла, Эйла обо всем позабыла. Именно она вырвала тебя Из лап смерти. И я был поражен, Когда понял, Что на этот раз Ты останешься с нами. Возможно, Магур уговорил духов, Чтобы они погодили Забирать тебя. Но ты осталась в живых. Не только благодаря Магуру, Из-за... Я знал, Что Магур попросит Для Эйлы Позволение Стать целительницей клана. И намеревался Удовлетворить Его эту просьбу. Она стала бы Твоей преемницей. Люди платили бы Ей уважением, Как и платили тебе. И хотя Брут Мой преемник, Он ведь не взлюбил Эйлу. Но я все равно считал, Всегда считал ее Хорошей женщиной, Почтительной И работящей. Я знал, Брут досаждает ей. Еще как. Как видно, Именно и он Виной тому, Что в начале прошлого лета Эйла впала в уныние. Хотя... Хотя многое тут Не ясно мне. Брут отважный И сильный охотник. И у женщины нет причин Считать его внимание Оскорбительным. Но как бы тут ни было, Ему не следовало Сводить счеты с Эйлой. Но, возможно, Сын моей женщины прав, И я был к ней Слишком снисходителен. И за... И за... Явись ты ко мне Заблаговременно. Я обдумал бы Твою просьбу. И тогда Сын Эйлы Мог бы Жить. А теперь Слишком уже поздно. Если Эйла вернется, Когда для ее сына Наступит день Обретения имени, Они оба Умрут. И вот Весь следующий день Эйла Тщетно пыталась Развести огонь. Костерочек. Со времени Ее прошло Пребывание В пещере Здесь сохранилось Несколько Сухих палок. Но напрасно Она терла палку Между ладонями. У нее Не хватило сил Разогреть ее Как следует. И куски дерева Так даже И не задымились. Эйла Не знала, Что именно Это И спасло Ее. В поисках Беглянки Друг и Крак Поднялись На горный луг. И Разведи Сейчас Эйла Огонь. Они Немедленно Обнаружили Бы ее Убежище По запаху Дыму. Когда Охотники Проходили мимо Эйла И ее сын Крепко Спали В пещере. Друг И Крак Приблизились К проему Скрытому Ветками Орешника. Если бы Ребенок Хоть чуть-чуть Захныкал Во сне Он Выдал бы Себя И мать. Но Не только Неприятность С огнем Обернулась Для Эйлы Удачей. Весенний Дождь. Безустрем Расивший Весь день Превратил Землю В жидкую Грязь. Низкое Серое Небо Нагоняло На Эйлу Тоску. Но Зато Дождь Смыл Все Все Ее Следы. И Охотники Вышедшие На поиски Были Опытными Следопытами. И они Знали Как Выглядят Отпечатки Ног Всех Людей В этом Клане. К тому же Если бы Эйла Как намеревалась Стала бы Собирать Съедобные Коренья А также Травы То Разрытая Земля Заставила бы Охотников Насторожиться. И только Лишь Крайняя Слабость Эйлы И спасла Ее От Преследователей. И вот Проснувшись Эйла Выбралась Из пещеры И увидела Человеческие Следы Прямо У родника Из которого Брал Начало Ручей. Охотники Останавливали Здесь Утолить Жажду. И У Эйлы Аж Душа Ушла В пятки. После Этого Случа Она С опаской Выходила Из своего Укрытия. Стоило Только ветру Шевельнуть Веточки У входа. Все По телу Эйлы Аж Дрожь Пробегала. Она Напряженно Прислушивалась К каждому Звуку И в тишине Ей Мерещились Человеческие Шаги. Еда Которую Эйла Захватила С собой Подошла Уже К концу. Все Закончилось. Она Обшарила Корзинки В которых Хранила Свои Запасы В тягостные Дни Смертельного Проклятия. Но найти Ей удалось Только лишь Несколько Гнилых Орехов И помет Мелких Грызунов Уничтоживших Ее Кладовые. Все Что Осталось Вот Оно Обнаружила Она Также Остатки Еды Которую Принесла Ей Иза В пору Женского Изгнания. Но Они Тоже Сейчас Все Сгнили И И Испортились. И тут Эйла Вспомнила Что В глубине Пещеры В Каменной Выемке Спрятано Мясо Вяленое Оленье Мясо И Она Проворно Раскопала Заваленную Камнями Ямку Мясо Оказалось На удивление В целости И сохранности Но Эйла Тоже Понимала Ведь Что Оно Выручит Ее Ненадолго И Вдруг Ветки У входа Закачались И Сердце Уэлл Замерло Уба Опешив От удивления Вскрикнула Она В следующий Жемик Как Ты Нашла Меня Уба Как Когда Ты Ушла Я Крылась Следом Я Б Я Боялась А Вдруг С тобой Что Нибудь Там Случится Вот Вот Тебе Еда Вот Тебе Отвар От которого Прибавляется Молока Молока Много Его Приготовила Мать Мамка Так Что Уиза Знает Где Я Неа Но Она Догадалась Что Я Тебя Тут Выслетила И Она Она Вовсе Не Хочет Чтобы Я Рассказала Ей Где Ты Иначе Ей Придется Сообщить Об Этому Брану Ох Эйла Эйла Бран Такой Злой На Тебя Там Каждый День Он Посылает За тобой Охотников Каждый Божий День Ходят А я Видела Их Следы Уродника Но Они Не Заметили Мою Пещеру Да Брут Только И Делает Что Хвастается Он Мол Заранее Знал Какая Ты Скверная С Тех Пор Как Ты Ушла Креба Не Видно Не Слышно Он Не Выходит Из Пристанища Духов Все Разговаривает Там С Ними Переговори Ведет А Мамка Мамка Ужасно Расстроена Она Хотела Чтобы Я Предупредил Тебя Не Возвращайся Сообщила Оба Устремив На молодую Женщину Полный Участие Взгляд Не Возвращайся Но Весли Изя Не Говорила С тобой Обо Мне Откуда Ты Это Знаешь А Вчера Вчера Вечером И Сегодня Утром Она Наготовила Больше Чем Надо Больше Но Не Слишком Много Наверное Боялась Что Креп Что Нибудь Заподозрит А Потом Потом Она Сделала Отвар И Принялась Прочитать И Сетовать Словно Сама Собою Все Твердила Как Она По Тебе Горюет Но При Этом Смотрела Прямо На Меня Несколько Раз Она Повторяла Если Бы Кто Нибудь Передал Эйле Что Ей Нельзя Возвращаться Да Бедная Моя Эйла Говорит Бедная Моя Доченька Она Так Слаба И Наверняка Уже Нечего Есть Там Ну Вот И Я Тут Как Тут Говорит Ее Ребенку Нужно Молоко А Я Не Могу Даже Передать Ей Отвар Ну Вот И Все Такой А Потом Она Ушла Но Перед Этим Отвар Перелила В сосуд А Всю Еду Сложила В корзиночку Вот Она Конечно В тот День Когда ты Ушла Она Поняла Что Я Отправилась Вслед Конечно Поняла Поняла А Я Вернулась Поздно Вернулась Но Она Не Стала Меня Бронить Знаешь Брон и Крэп Страшно Разозлилися На нее За то Что Она Не Рассказала Им Про Тебя Не Представляю Что Они Сделали Если Ты Догад Если Бы Догадали Что Она Знает Больше Чем Открыла Им А Но Меня Меня Не Меня Никто Не Спрашивает Ведь На Детей Особенно На Девочек Не Обращают Внимания Эйла Я Знаю Мой Долг Мой Долг Сказать Крэбу Где Ты Но Я Не Хочу Не Хочу Чтобы Брон Предал Тебе Проклятию Я Не Хочу Чтобы Ты Помирала И Все Внутри Уэйлы Болезненно Сжалось Что Что Со Мной Будет В отчаянии Спрашивала Она Себя И Не Находила Ответа Она Понимала Ей Изнуренно Измученной Не Выжить Вдали От Людей Тем Более С Ребенком Ее Надежда Вернуться Когда Для Сына Наступит День Обретения Имени Ее Надежда Так И Не Оправдалась И Что Же Теперь Делать Она Схватила Ребенка И Прижала Его К Груди Не 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 Спасу Тебя От Смерти Сыночек Ты Мой Бессмысленно Твердила Она А Уба Уба Сочувственно Смотрела На Молодую Мать Которая Казалось Не Замечала Сидевшую Рядом Девочку Эйла А А А Можно Можно Мне Взглянуть На Ребенка Робко Спросила Она А то Я же Еще Ни разу Его Не Видывала Конечно Посмотри Конечно Поспешно Откликнулась Эйла Ей стало Даже Стыдно Что Она Позабыла Об этой Девочке Хуба Буба Ты Ради Нее Она Проделала Такой Дальний Путь Хуба Буба А Ведь Оба Многим Рисковала А Ты Даже Глазком Посмотреть Не Даешь Если В клане Узнают О ее Проступке Ей Грозит Суровейшее Наказание Наказание Которое Может Разрушить Всю Ее Жизнь Хочешь Подержать Его Спросила Она А Можно И Эйла Положила Ребенка На колени Убы Девочка Принялась Нерешительно Распеленовывать Его Вопросительно Поглядывая На Эйлу Мол Мона Чине Правильно Я Все Делаю Та Одобряющая Кивнула По-моему Эйла Не такой Уже Он и Увечный Да Эйла Когда Вырастет Он не будет Калекой Вроде Крэба Не Не Будет Просто Он Очень Тощий Ну Тощий Ну И Что Ну И Да Голова Тоже Как Как Это Конечно Как Это Странная Как Кота Но Ведь У тебя Тоже Странная Голова А Посмотри На Свою Голову Ты Не Похожа На Людей Из Нашего Скучала Изу И Крэба Неужели Мы С тобой Видимся В последний Раз Что Мне Делать Уба Я Не Могу Обречь Своего Сына На Смерть Не Не Знаю Чем Тебе Помочь Эйла Мамка Говорит Бран Потеряет Себя Если Ты Заставишь Его Принять И Клан Своего Сына Если Женщина Заставит Мужчину Поступить Против Воли Другие Мужчины Перестанут Уважать Его И Даже Если Бран Проклянет Тебя Он Не Вернет Утраченное Уважение Я Не Хочу Чтобы Ты Уходила От Нас Эйла Я Не Хочу Но Если Ты Вернешься Тебя Неминуемо Ждет Смерть Молодая Женщина Не Сводила Глаз С Испуганного Лица Убы Не Замечая Как По щекам Ее Текут Слезы Обе Одновременно Бросились Друг Друг В Объятия Ну Все Тебе Лучше Идти Уба А то В клане Еще Заметят Что Тебя Нет Так Долго Иди Сказала Наконец Эйла И Девочка Передала Ей Ребенка Мол На Верните И Поднялась Уба Окликнула Эйла Когда Та Уже Раздвигала Ветки Орешника Уба Я Рада Что Повидала С тобой Напоследок И Передай Изи Передай Нашей Матери Что Я Люблю Ее И Слезы Вновь Хлынули Из глаз Эйлы И Крэба Тоже Я Люблю Я Все Передам Эйла Я И Так Знаю И Девочка Бросила На Нее Прощальный Вгляд Ну Все Мне Пора Сказала Она И Торопливо Устремилась Прочь До Дома Чтоб Никто Не Заметил После Ухода Убы Эйла Вытащила Из корзинки Еду Там Было Не так Много Но Вместе С Вяленой Олениной Припасов Хватало На Несколько Дней А Что Потом Что Будет Эйла Не Могла Даже Об Этом Думать Вихр Сметения Лишал Ее Рассудка Затягивал Черную Дыру Безнадежности Ее Расчетам Не Дано Было Сбыться Не Только Жизни Ее Ребенка Но Ее Собственной Жизни Угрожает Опасность Она Поела Даже Не Ощущая Вкуса Пищи Выпила Немного Отвара Улеглась Прижав К себе Сына И Забылась Глубоким Глубоким Сном И Как Не Тяжело Было У нее На Душе Изможденное Тело Властно Требовало Отдыха Ночью Эйла Проснулась Встала И Допила Холодный Отвар Она Решила Принести Воды В темноте Можно не Бояться Что ее Заметят Посланные Охотники Эйла Нащупала В темноте Сосуд Для воды И На мгновение Какое-то Ей Показалось Что Она Не Найдет Выхода И Ее Охватил Приступ Ужаса Потом Она Различила Как Сквозь Ветки Светится Ночное Небо И Быстро Выбралась Наружу Месяц Который То и дело Скрывали Пробегавшие По небу Тучи Почти Не Давал Света Но Глаза Эйлы Привыкшие К Пещерному Сумруку Различали Во мгле Смутные Очертания Деревьев Она Слышала Шепот Воды В роднике Она Различала Как Посверкивает И серебрится Крошечный Водопад Ниспадающий Со скалы Вот Он Даун Фол Прежние Силы Еще Не Вернулись К Эйле Но Голова У нее Больше Не Кружилась Уже Не Прочиняла Такой Боли Ни Один Человек Не Видел Как Под Покровом Ночи Эйла Нагнулась К роднику Но Несколько Пар Сверкающих Глаз Все-таки Наблюдали За Каждым Ее Движением Ночные Хищники Утоляли Жажду Из Того Ж Самого Родника Что И Она Тоже Никогда С тех Пор Как Пятилетная Девочка Эйла В одиночестве Бродила По лесам Она Не Была Столь Легкой Добычей Никогда Прежде Отчаяние Заставило Ее Позабыть Об Осторожности И Погруженная В Свои Мрачные Раздумья Она Не Замечала Того Что Творится Вокруг Запах Исходивший От нее Привлекал Хищников Но Эйла Еще Прежде Доказала Что Отнюдь Небеззащитна И Умеет Метать Камни Мах-мах Наносящие Сокрушительные Удары Не Подходи Близко А хищники В чьих Владениях Находилась Пещера Эйлы Опасались Ее И Сейчас Вот Когда Она Ослабела Все Еще Не Решались К ней Приближаться Но Не могла Же Она Провалиться Сквозь Землю Сердито Жестикулировал Бран Даже Если Она Захватила С собой Еду Запасы Ж Ведь Не Вечны Скоро Ей придется Выйти Из своего Укрытия Скоро Придется Обойдите Все Окрестности Обшарьте Их Шаг За Шагом Если Она Мертва Я Должен В этом Удостовериться Пусть Она Стала Добычей Хищников Пусть Тогда Вы Найдете Следы Расправы Она Должна Быть Здесь До Дня Обретения Имени Иначе Наш Клан Не Пойдет На Великое Сходбище Значит Эта Дрянь Лишит Нас Великого Сходбища Ухмыльнулся Брод Не Не Понимаю Зачем Было Оставлять Ее Вообще В Клане Она Родилась Среди Других Будь Я Вождем Я Никогда Не Принял Бы Ее Никогда Будь Я Вождем Я Запретил Бы Изи Ее Подбирать Почему Вы Все Так Слепы Когда Дело Касается Эта Скверность Женщины Разве Она Впервые Проявляет Непростительные Своеволия Нет Она С измольства Пренебрегала Законами И обычаями Нашего Клана Почему Никто Не Запретил Ей Приносить Животных Пещер Вот Почему Почему Она Бродила По лесам В одиночку Что Не Подобает Девочке Она Выследила Нас Когда Мы Занимались На поле Для метания Камней Но Этого Никто Никого Не Рассердило А Как Ее Наказали Уличив В использовании Пращи А Обрекли На временное Смертельное Проклятие Всего-то И того А потом Когда Она вернулась Встретились Почетом Ты Посмотри Дошло До того Что И Позволи Вообще Охотиться Слыханное Летело Женщина Клана Сама Добывает Себе Мясо Представляю Как Отнесутся К этому В других Кланах Конечно Она Вообразила Что Может Все Даже Навязать Нам Своего Увечного Сына На Великое Сходбище Нам Теперь Лучше Не Ходить Позор Не Оберешься Ну Что Ж Сами Виноваты Брут Все Это Мы Уже Много Раз Слышали Досадливо Оборвал Молодого Охотника Бран Я Уже Обещал На Этот Раз Проступок Ее Не Останется Безнаказанным Бесконечные Сетывания Бруда Не Только Выводили Вождя Из Терпения Эти Докучливые Преки Бередили Душу Брана И Все Чаще Он С тревогой Спрашивал Себя Не Изменило Ли Ему Здравомыслие Быть Может Брут Прав И Он Непозволительно Попрал Идущие Издревле Законы И Обычаи Они Не Терпят Отступлений Раз За Разом Эйла Совершала Все Более И Более Серьезные Нарушения И В конце Концов Она Полностью Вышла Из Повиновения Ну Да Наверное Он Был К ней Чересчур Снисходителен А Ведь Она Пришла Неведомо Откуда У Всех Других Почтение К Законам Кланов Крови А У Нее Нет Да Следовало Проявить Суровость Сломить Ее Своеволие А может Он и в самом деле Напрасно Позволил Целительнице Подобрать Эйлу Тогда Много Лет Назад Как бы то ни было Зря Сын Его Женщины Постоянно Твердит О промахах И упущениях Вождя Вот это точно Зря Остальные охотники Тоже не остались Глухи К ворчанию Бруда Многие Теперь полагали Что Эйла Хитростью Затуманила Им глаза И только Взгляд Бруда Оставался Пронзительным И ясным Когда Брана Не было Поблизости Молодой Охотник Откровенно Намекал Что Вождь Слишком Стар И уже Не способный Управлять Кланом С прежней Прозорливостью Мужчины Внимали Ему Даже С сочувствием Теперь Когда Над Браном Нависла Угроза Потерять Себя Им Овладела Неуверенность К тому же Он ощущал Что почтение Которое Питали К нему Охотники Убывает С каждым Днем Сама Мысль О грядущем Великом Сходбище Была Для него Просто Невыносимо Эйла Покидала Пещеру Только Лишь Для того Чтобы Принести Воды Огня Она Так И не Развела Но Шкуры Защищали Ее От Холода Здорово Год Тяжелого Тяжелого Труда Которые Которые Не Отпускали Ее На Яву Эйла Сидела У входа В пещеру Со Спящим Сыном На Руках В уголке Орта Ребенка Сочилась Белая Молочная Струйка Груди Эйлы Были Полны Молока Тучи Проносясь По небу То и дело Скрывали Полуденное Солнце Но Островок Угорной Расщелины Неизменно Оставался В пятне Света Эйла Не сводила Глаз С ребенка Он Ровно Дышал А иногда Сонно Помаргивал Или Чмокал Губами Будто Сосал Грудь Она Изучающе Разглядывала Сыночка И даже Повернула Его голову Чтобы Лучше Рассмотреть Ее Сбоку Уба Сказала Что мальчик Мой Не кажется Ей Увеченным Думала И думала Эйла Хм А мне Тоже Ну просто Он не такой Ну не такой Как все Да Так Так И Уба Сказала Он Не похож На людей Клана Но ведь Я тоже Не похож На них Эйла Отчетливо Припомнила Собственное Отражение В луже Талой Воды Тогда Мой сын Выглядит Странно Но Все же Не так Странно Как я Сама Хм И Эйла Вновь Оглядела Ребенка Во всех Подробностях Представляя Своё Собственное Отражение У меня Тоже Такой Высокий Лоб Как и У него Вспоминала Она Проводя Рукой По своему Лицу У ребенка Какая-то Кость Выступает Ниже Рта Точно Так же Как и У меня Вот Но У него Выпирающие Надбровные Дуги Как у Всех Людей Нашего Клана У Всех Кроме Меня Если Я Отличаюсь От Людей Клана Значит Значит И мой Сын Тоже Должен Отличаться Он Похож На Меня В этом Нет Ничего Удивительного Я Родилась Среди Других Но Сын Мой Родился В Клане Он Взял И Мои Черты И Черты Людей Клана Я Уверен Он Вовсе Не Урод Таким И Должен Быть Мой Сын Духи Соединились Чтобы Он Появились На Свет Он Не Мог Выглядеть Иначе Но Чей Покровитель Зародил Тебя Во Мне А Мой Сыночек Наверное То Был Не Один Покровитель Ни Одного Мужчины В клане Нет Защитника Сильнее Чем У Меня Ну Кроме Крэба Конечно Неужели Моего Ребенка Породил Сам Сам Дух Великого Пещерного Медведя Я Ведь Живу У Очага Крэба Нет Вряд Ли Крэб Говорит Урсус Никогда Не Позволяет Женщинам Проглотить Свой Дух Но Если Это Не Крэб То Кто Ж И Внезапно Эйла Вообразила Бруда Нависшего Над ней И Затрясла Головой Она Отгоняла Эту Картинку Нет Только Не Брут Его Покровитель Не Мог Зачать Моего Сына И Она Содрогнулась От От Отвращения Вспомнив Как Будущий Вождь Принуждал Е Утолять Его Мужскую Надобность Внов И Я Ненавижу Этого Бруда Твердила Она Про Себя Каждый Раз Как Он Пробежался Ко Мне Я Едва Не Задыхалась От Ненависти Хорошо Хоть Он Больше Не Хочет Удолять Со Мной Свою Надобность Надеюсь Это Желание Больше Никогда Не Сбредет Ему В голову Как Только Ога Вообще Терпит Это Все Как Она Его Терпит Как Терпит Все Остальные Женщины Почему Мужчин Возникает Такая Странная Надобность А Заталкивать Свою плоть Туда Откуда Появляются Дети В отверстия Предназначены Для родов А не Для мужской Плоти Этой Горячей Твердой Плоти Мужская Плоти Не Иметь Никакого Отношения К Детям Да Решила Эва На Свете Нет Ничего Бессмысленнее Этого Совокупления И Вдруг В голову Ей Пришла Неожиданная Мысль А Что Если Это Как-то Связано А Утоление Мужской Надобности И Появление На Свет Ребенок Конечно Размышляла Она Детей Способны Рожать Только Женщины Но Они Ведь Рожают И Девочек И Мальчиков А Вдруг Мужчина Заталкивая В Женщину Свою Плоть А Вдруг Он Так И Зачинает Ребенка Внутри Е И Не Дух Покровителя Мужчины А Его Собственная Плоть Порождает Новую Жизнь Значит Ребенок Принадлежит Не Только Женщине Но И Мужчине Тоже А Что Если Надобность Возникает У Мужчин Она Именно Для Того И Возникает Чтобы Дети Появлялись На Свет Поэтому И Женщины Уталяет Е С Такой Готовностью За Всю Мою Жизнь Мне Ни Разу Так И Не Случилось Увидеть Чтобы Женщина Проглотила Дух Рассуждала Эйла И Никто Не Видел Этого Ведь Никто Зато Все Все Видели Как В Женщину Входит Эта Мужская Плоть Никто Не Предполагал Что У Меня Будет Ребенок Что Мой Покровитель Уступит Но Все же Я Понесла Я Вынесла Когда Брут Стал Уталять Со Мной Свою Надобность Нет Это Неправда Эйла Старалась Отогнать Эту Неприятную Догадку Прочь Нет Не Верю Что Мой Ребенок Появился На Свет Благодаря Бруду Крэп Прав Он Никогда Не Ошибается Я Проглотила Дух Дух Этот Вступил С моим Покровителем В битву И Победил Его А может В меня Вошел И не Один Дух А Дух И Защитники Всех Мужчин Клана И Она Прижала К себе Сыночика Словно Его Пытались У нее Отнять Эти Самые Духи Ты Мой Повторила Она Про себя Ты Мой И Больше Ничей Слышишь И Брут Здесь Ни Причем И Дух Его Покровителя Тоже Ни Причем Никто Ни Причем Испуганный Ребенок Проснулся И заплакал И Эйля Принялась Укачивать Его Покачивать И Тихонько Мурлыкать Пока Он Не Утих Наверное Мой Покровитель Знал Как Сильно Я Хочу Ребенка И Поэтому Сдался Сам Именно Это И Пришло Ей На Ум Но Зачем Он Подарил Ребенку Жизнь Ему Ведь Было Известно Что Придется Сразу Отнить Е Если Я Не Похож На Людей Клана Мои Дети Не Будут На Них Похожи Скольких Бы Детей Я Не Родила Их Всех Сочтут Увечными Всех Будь У меня Свой Мужчина Ребенок Все Равно Походил Бы На Меня Ведь Все Равно Значит Мне Не Суждено Стать Матерью Всех Моих Детей Обрекут На Смерть Впрочем Стоит Ли Горевать Об Этому И Она Опомнилась У Меня Больше Не Будет Детей Мне Самой Осталось Жить Совсем Немного Мы С тобой Умрем Вместе Мой Сыночек Эйла Ну Ну Куда Мне Деться Еще Детей 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 А А А Самое Главное Жилище Детей 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 Пусть Детей Маленьких Круглых Самородка Сросшихся Друг 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 С Друг Эйла Повердела Эту Находку В Руках Завороженные Ее Сверканием Сколько Раз Она Входила Выходила Из Этой Пещеры Но Заметила Этот Необычный Камень Вот 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 Только Сейчас И Эйла Сжала Этот Самородок В Руках И Зажмурила Глаза А Вдруг Это Знамение Знак Свыше Пришло И В голову Вдруг Эту Диковину Послал Мне Сам Мой Покровитель О Великий Пещерный Лев Значит Я Правильно Поступила Верно Спросила Она При помощи Ритуальных Жестов Ты Хочешь Чтобы Я Вернулась Значит Я По-прежнему Достойна Тебя И Ты Лишь Посылаешь Мне Новое Испытание О Пещерный Лев Пусть Это Будет Знамение Знак Того Что Сын Мой Останется Жить И Дрожащими Пальцами Эйла Развязала Шнур Стягивающий Кожаный Мешочек Амулет Который Она Носила На шее И Опустила Этот Причудливый Серный Колчедан Внутрь К Расписной Пластинке Избивня Мамонта Небольшому Камню И Куску Охры И он Таки Плюхнулся Со Звуком Туда С Замирающим Сердцем Она Двинулась Вниз К Жилищу Клана Уба Стремглав Убежала В пещеру Мамка Мамка Жестикулировала Она Вне себя От волнения Эйла Вернулась А И Изаж Переменилась В лице Нет Этого Не может Быть И Ребенок С ней Уба Разве Ты Не Видел С Эйлой Разве Ты ничего не передавала Ей Сразу Начала Она Я Видела С ней Мам Я Ей Все Сказала Что Бран В великом Гневе И Что Ей Не Можно Возвращаться Боязливо Глядевшись По сторонам Ответила Девочка Не Можно Я Ей Все Сказала И Изо Бросилась К выходу И увидела Что Элла Медленно Направляется Прямо К Брану Она Опустилась На землю Прямо У ног Вождя И склонила Голову Своим Телом Защищая Ребенка Она Вернулась Слишком Рано Видно Сбилась Со счета Обратился Бран К Магуру Который Хромая Изо Всех Сил Спешил К ним Она Не Сбилась Со счета Бран Ответил Старый Шаман Она Не Сбилась Она Она Вернулась Раньше Намеренно Вождь Пристально Взглянул На Магура Удивляясь Столь Неколебимой Уверенности Потом Он С некоторой Опаской Посмотрел На молодую Женщину У своих Ног И снова Устремил Глаза На Шамана Ты Уверен В Надежности Своих Амулетов Срок Ее Женского Уединения Еще Не Истек После Родов Он Длится Ведь Дольше Это Могущественные Амулеты Бран Они Сделаны Из Кости Из Кости Самого Урсуса Тебе Ничего Не Угрожает Ты Можешь Говорить С ней Ответил Могур Бран Внимательно Посмотрел На молодую Женщину Которая Сотрясая Всем Телом Прижимала К себе Ребенка Я Должен Проклясть Ее Немедленно Подумал Он В приступе Мгновенной Ярости Но День Обретения Имени Для Ребенка Еще Не Наступил Что Если Могур Прав И Она Вернулась Раньше Намеренно Ребенок Ее Как Видно Жив Иначе Зачем Она Принесла Его С С С Конечно Дерзость Ее Непростительна Но Все Почему Она Вернулась Раньше Срока И Наконец Любопытство Держало Верх Над Гневом И Бран Коснулся Плеча Эйлы Та Аж Содрогнулась Эта Недостойная Женщина Совершила Тяжкий Проступок Эйла Не Поднимала Головы Только Лишь Руки Ее Делали Ритуальные Жесты Она Боялась Даже Смотреть На Вождя Все Еще Не Уверена Что Он Согласится Ее Выслушать Ведь Сейчас Ей Следует Находиться В Изгнании Женщинам После Родов Строжайше Запрещено Разговаривать С Мужчинами Если Вождь Позволит Эта Женщина Хочет Говорить С ним Ты Не Заслужила Этого Женщина Но Магур Умолил Духов Защитить Нас И Если Я Позволю Тебе Говорить Духи Не Рассердятся Да Вина Твоя Велика Что Ты Можешь Сказать Своё Оправдание Эта Женщина Благодарна Вождю За Разрешение Она Знает Законы Клана Целительница Ей Сказала Что Следует Избавиться От Ребёнка Но Эта Женщина Не Подчинилась Нет Она Скрылась Чтобы Вернуться Когда Для Её Сына Наступит День Обретения Имени Вождю Придётся Принять Его В клан Но Ты Вернулась Слишком Рано С торжеством В глазах Перебил Её Бран День Обретения Имени Для твоего Ребёнка Ещё Не Настал С тех Пор Как Эйла Скрылась Бран Жил Под Гнётом Мучительных Опасений И Только Лишь Теперь Вздохнул С Облегчением Ведь Так Закон Обязывал Его Принять Ребёнка В клан Только Если Тот Проживёт Семь Дней Но Срок Этот Ещё Не Минул Он Не Поступит Против Своей Воли Он Сохранит Себя И Останется Самым Уважаемым Человеком В этом Клане И Эйла Бессознательно Вцепилась В шкуру В которой Был Завёрнут Ребёнок Эта Женщина Знает Что День Обретения Имени Ещё Не Наступил Заявила Она Но Она Поняла Ей Не Следовало Вынуждать Вождя Принять Этого Ребёнка Не Женское Дело Решать Жить Ребёнку Или Нет Это Дело Вождя Именно Поэтому Эта Женщина И Здесь И Глаза Брана Встретились С горящими Решимостью Глазами Эйлы Один В один Ну По крайней Мере Она Вовремя Одумалась Отметил Про себя Вождь Но Если Ты Знаешь Обычаи Клана Зачем Тогда Ты Пронесла С собой Этого Увечного Ребёнка И Засообщила Что Ты Не В Состоянии Выполнить Свой Долг Матери Значит Сейчас Ты Готова Расстаться С Ребёнком Ты Хочешь Чтобы Целительница Сделала Это Вместо Тебя То Что Предписывает Закон Нашего Клана И Эйла Помедлила Нагнувшись Над Ребёнком Эта Женщина Даст Сына Если Будет Таков Приказ Вождя И Пальцы Её Двигались Еле Еле Словно Каждое Движение Причиняло Ей Боль Ей Казалось Что Нож Вонзился И Прямо В Сердце Но Эта Женщина Обещала Своему Сыну Что Он Не Отправится В Мир Духов Один Если Вождь Решит Что Ребёнка Следует Умертвить Эта Он знал Изредка Женщины Хотят Сохранить Жизнь Даже Увечным И Уродливым Детям Но Обычно Они Стараются Как Можно Быстрее И Незаметнее Избавиться От них Увечный Ребёнок Бросает Тень На Свою Мать Он Ставит Под Сомнение Её Способность Производить На Свет Здоровых Детей Такая Женщина Никогда Не Будет Желанной У Очага Мужчины Никогда Даже Если Увечья Не Настолько Серьёзно Чтобы Угрожать Жизни Ребёнка Он Никогда Не Займёт Достойного Положения В клане Потому Что Калеке Не Найти Себе Пару Не Найти А Женщине Придётся Тяжело В старости Если Дети Не Смогут О ней Позаботиться Ведь Так Конечно В клане Она Не Умрёт С голоду Но Участь Ей Предстоит Незавидная Невероятно Чтобы Женщина Сама Просила Лишить Её Жизни Вместе С Увечным Сыном Материнская Любовь Сильна Это Всем Известно Но Не Настолько Ж Чтобы Последовать За Ребёнком В Мир Духов Ты Хочешь Умереть Вместе С Увечным Сыном Но Почему Спросил Брам Мой Сын Неувечный В глаза Хейлы Блеснул Вызов Просто Он Не похож На Всех Остальных Ты Ведь Сам Видишь Я Тоже Не Похоже На Людей Клана И Даже Если Мой Покровитель Опять Проиграет Битву Все Мои Дети Будут Такими Как Я Такими Как Мой Сын И Никому Из них Не Будет Позволено Жить Никому Тогда И Мне Жизнь Не Нужна И Бран Сомнением Посмотрел На Магура Ребенок Должен Походить На Того Мужчину Чей Покровитель Зачал Его Разве Не Так Так Но Ты Тоже Не Забывай У Эйлы Могущественный Покровитель Скорее Подходящий Мужчине Чем Женщине Поэтому Он Так Яростно Сражался А Когда Пещерный Лев Понял Что Ему Придется Уступить Он Пожелал Стать Частью Новой Жизни То Что Говорит Эйла Не Лишено Смысла И Я Должен Поразмышлять Над Всем Этим Почему Ребенок Родился У Вечным А Это Часто Происходит Когда Покровитель Женщины Слишком Сильный Тогда Она Очень Тяжело Носит И Производит На свет Калеку Пояснил Могур Меня Меня Больше Удивляет Другое Почему Это Мальчик Если Покровитель Женщины Сдается Неохотно Обычно Рождается Девочка Но Но Мы Еще Не Видели Ребенка Бран Думаю Нам Надо Взглянуть На Него А Стоит Ли Тратить На Это Время Мысленно Возразил Вождь М? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Что за законы клана? Не перестаю удивляться Чуть-чуть Что-то не так Все Проклятие Смерть Но Больше всего У меня На Эта мысль Тоже Очень Жестокая Но Может быть В ней Есть Какая-то Доля Правды В том плане Что если Урод Калека Поврежденный То он Просто не Выживет Даже В природе В природе Такие Просто Не Выживают Ведь Это Так Это И есть Естественный Отбор Так И здесь Они Как звери Эти люди Так Конечно Нельзя Горить Но Может быть Это Что-то В этом Есть То есть Для Выживания Всего Клана Всего Человечества Я К этому Веду То есть Нет Инвалидов Нет Ну Не надо Обеспечивать Их Вот в этом Плане Это Все Конечно Очень Жестокая Мысль Но Вот так Вот Она И зашла Эта мысль Из этого Племени Они Они Не хотят Их Оставлять Потому что Сами Говорят Ну Они Видите Как Приводит То Что Они Просто Не Продолжат Жизнь Не Найдут Вторую Половину Вот Вот в этом Они Говорят Они Не Говорят Того Что Что Я Сейчас Подумал Что Мы Подумали Здесь Увидели Ну Вот Такая Вот Мысля А На Сегодня Ребята Что А На Сегодня Все Заходите К нам В избушечку А На Сегодня У нас Христос Воскрес Воистину Воскрес Несите Ваши Яйца Яйко Положите Я вас Стукну Кто Кого Побьет Тот И победил Понятно Все Вот Так Вот Тогда Ты Правый Кто Победил Правильно Вот Так А На Сегодня Что Ребята Пошли Пить Чашку Чаю С Паской У Меня Тут Еще Есть Чуть Заходите В гости Делитесь А На Сегодня Что Ну Все Покедово Слышимся Уже Завтра Спокиноки Покедово Продолжение следует